Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня в продолжении моего видео по новому прибору генератора водорода и свободных электронов я хочу пояснить, тем более многие новые зрители вообще не в курсе, не в теме, что такое молекулярный водород в воде, для чего он нужен, ну или в виде ингаляции. Так вот, для чего он нужен, какие его лечебные и профилактические свойства, медицинские, научно-академически доказанные свойства, об этом сегодня будет видео. Вначале я хочу привести слова академика Александра Григорьевича Чучалина, а также профессора МГУ Олега Стефановича Медведева, что молекулярный водород в виде ингаляций, это приборы для дыхания водородом, и питьевой воды, это как раз персональные или проточные генераторы водорода и свободных электронов, в клинических исследованиях достоверно снижают глюкозу при диабете, повышают гемоглобин при ХБП, при этом сохраняется резистентность здоровых тканей к цитостатикам, при этом происходит снижение цитокинов при любых инфекциях, в том числе К-19. И много чего еще делает молекулярный водород в организме человека абсолютно физиологично и без каких-либо токсичностей. И завершая эту статью, они пишут, что молекулярный водород может быть полезен при лечении К-19 и его последствий. Поскольку академик Российской Академии Наук, то есть РАН, профессор, он же пульмонолог Александр Григорьевич Учалин, который, кстати, еще был председателем Совета по этике при Минздраве России, в большом своем интервью о пандемии К-19 четко сказал про ингаляцию водородом. Еще раз, пульмонолог, профессор, академик. В частности, он говорит, и я не просто приведу его слова, а прокомментирую видео как раз с одной японской медицинской выставки и покажу вам это, о чем говорит академик Чучалин. Это отрывок дословно. Надо было у японцев с китайцами другое взять, говоря о стоящих вещах. Там широко применяют такой газ, как водород. Чанчжоу на одном из самых лучших в мире институте легочных заболеваний провели исследования, которые показали высокую эффективность ингаляции атомарного водорода у больных с цитокиновым штормом, со всеми проблемами кислородного голодания. Я сразу вам хочу сказать, речь не только про этот К-19, про любые болезни, в первую очередь, легочные, если мы говорим, ингаляции, про любые воспалительные процессы в организме, потому что водород – это мощнейший антиоксидант, но давайте обо всем по порядку, я вам сейчас все это поясню. Итак, продолжаю. Почему, спрашивает академик? Потому что у водорода выражены антиокислительные свойства, а эта болезнь связана с большим высвобождением свободных радикалов. Итак, любые проблемы со свободными радикалами, с окислением, повреждением клеток свободными радикалами, водород помогает. У водорода есть такие свойства, этому надо учиться у японцев. Тем более мы, авторы водородной бомбы, но при этом не разобрали технологии, как человеку помочь водородам. Теперь, дорогие друзья, в этой связи, да, я не буду приводить слова других ученых, их сотни, их даже тысячи во всем мире, кто уже понял давно, что такое молекулярный водород. В воде, как вы спросите, может быть водород – это же H2O? Любят, повторят неучи блогеры. Да, конечно, H2O, все правильно. Но что такое H2O? И может ли быть свободный молекулярный водород временно находиться в избыточном количестве в воде? Конечно, может. Либо при электролизе, либо при прохождении воды через протоннообменные мембраны с отделением газов. То есть это возможно. Я вам еще один интересный пример приведу про дыхание водородом, когда кислород уже заканчивается в атмосфере. Ну, в замкнутом пространстве были такие исследования. И расскажу, что получилось в результате. Это то, что есть истина, не вера, а знание, истина, факты медицинские, научные. Но давайте дальше пойдем. Да, и кстати, под этим видео я оставлю вам ссылки, где, ну, десятки как минимум научных статей разных стран, ну, в основном американские, японские, про молекулярный водород. А теперь давайте, дорогие друзья, перенесемся на одну очень известную медицинскую выставку в Японии. И вы увидите то, что я вам прокомментирую. Ну, собственно, давайте не будем терять время. Смотрите. Итак, что здесь произошло? Пришел, ну, просто посетитель. Взяли избирательно обычного человека из толпы, что называется. И подвели его, посадили в кресло, в специальный сканер он палец положил. И его просвечивают на экране, на мониторе видно, что у человека, как у большинства людей, обычных людей, причем он не ожиревший, не какой-то он больной человек, ну, в привычном понимании этого слова, обычный человек, среднестатистически молодой причем. Так вот, у него кровь практически не течет в микрокапиллярах, то есть застойная кровь, густая кровь, вязкая, есть такие медицинские термины. Обычно это потому, что люди пьют мало воды вообще, пьют кофе, едят вареную жареную пищу, и в результате эритроциты склеиваются, меняя полярность. Ну, и не буду об этом говорить, это я все пояснял в своих старых прошлых видео по воде в том числе. Итак, значит, вот видят факт. Потом человеку дают дышать атомарным водородом, который в реальном времени генерирует такой мощный довольно-таки прибор, который генерирует водород. Он дышит воздухом с повышенным содержанием в нем атомарного водорода, что происходит через несколько секунд, внимание, ни минут, ни часов, ни суток, а буквально через несколько секунд. А происходит следующее, когда газ через альвеолы легких передается капиллярам крови вместе с другими газами, с кислородом, вот этот избыточный атомарный водород. Он проникает, растворяется в крови, и происходит следующее уникальное, можно сказать, явление. Кровь начинает течь, при том, что человек не пил воды. Но у него эритроциты расклеиваются, у него текучесть крови увеличивается, тем самым кислород и питательные вещества доносятся лучше до каждой клетки организма. Это профилактика инфаркта, инсульта, это улучшение обменных процессов. Ну, вы понимаете, что это означает? Почему люди в основном умирают во сне? Почему люди умирают от инсультов и инфарктов? В основном по причине тромбозов. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Теперь вопрос к вам, просто к зрителям, к обычным людям. Может ли это спасти жизнь? Безусловно, может. Кому нужна технология получения избыточного водорода, либо через воду молекулярного, либо атомарного через воздух? Кому? Ответ очевиден всем людям. Да, есть люди, кому нельзя пить много воды. Проблемы с почками, сердцем, отеки, ну и так далее. Пожалуйста, вот генератор атомарного водорода. Ссылку на него я вам оставлю под этим видео. Но теперь еще раз хочу сказать. Посмотрите, как я закончу это видео. Непременно. Под этим видео и ссылки я оставлю. Видео про самый новейший, самый лучший. По объективным показателям мы там производим измерения, а также приводим примеры, вкладываем текст, как на газовом хроматографе исследовали, очень серьезно, точную дозу определили генерации молекулярного водорода этим прибором нашим. Посмотрите о нем видео. Ссылки все будут под этим видео. И на сами приборы, и на эти видео, и на исследования научные и так далее. Все вам оставлю под этим видео. Большинству людей вполне достаточно просто пить воду. Конечно, есть удобные проточные системы, когда кнопку нажимаешь и в реальном режиме, так сказать, в реальном времени, течет вода, уже насыщенная молекулярным водородом, разумеется, с отрицательным ОВП, и даже структурированные, если мы говорим о приборе проточном, аквадоке, он единственный, кто создает еще микрокластерную воду на протоке. Хотя, конечно, можно просто структуратор воды взять и подключить его, ну, куда угодно, на проток, хоть в систему обратного осмоса, хоть в любой другой проточный генератор водорода. Так вот, теперь про эксперимент другой. Значит, смотрите. Не раз он проводился, брались мыши, крысы, помечались в аквариум герметично закрытой крышкой, чтобы воздух свежий не поступал, они дышали, и постепенно уровень кислорода заканчивался, уменьшался, увеличился уровень углекислого газа, и крысы, мыши начинали постепенно умирать от кислородного голодания. От гипоксии, проще говоря. А это главная причина смерти и человека, и животных, имеется в виду не когда вот реально дышать нечем, а когда это незаметно, когда клеткам нечем дышать, когда уже кровь либо плохо переносит, кислород, переносит не во все клетки тканей организма. Когда у человека развивается кислородное голодание тканей, понимаете, по разным причинам. Итак, что стало происходить? Они начали умирать, но тут экспериментально им под этот колпак начинали закачивать небольшое количество, нет ни кислорода, а атомарного водорода. И вы знаете, что стало происходить? Крысы-мыши стали оживать, и еще какое-то время, довольно-таки продолжительное, дышали нормально, двигались, то есть ожили. И в чем же тут было дело? А эксперимент данный доказал, что в присутствии избыточного количества водорода тот остаточный кислород, который был, оставался, становится более усвояемый тканями. То есть научно и наглядно было доказано то, что в присутствии дополнительного количества водорода, больше, чем его количество в атмосфере содержится, происходит лучшее усвоение клетками, тканями кислорода. Это вам еще для размышления важная пища, что называется. Теперь, дорогие друзья, посмотрите, их сотни, их тысячи. Но вот два, знаете, очень одинаковых, потому что и мужчины, даже чем-то друг на друга похожи, возраст примерно один тот же. Они рассказывали про своих мам, которые примерно за 80, ну, тоже одного возраста. Вот послушайте два, один с другим, примера. А это еще, внимание, когда вы будете смотреть, слушать, учтите, что это еще были старые приборы наши, вот второго, первого поколения Хеллоби и Аквапен. Новый прибор, он несоизмеримо лучше даже прошлого, четвертого поколения Неопена. Потому делайте выводы, что называют сами. Но вы их еще сделаете более правильными. Выводы, если посмотрите видео, вот, которое на днях вышло от момента записи данного видео, про новый прибор УВПен. А теперь эти два сюжета. Поскольку у меня мама пенсионерка, 80 лет, вот, и у нее затруднение, как бы, с мочеиспусканием. Ну, с почками проблемы. Ну, да, да, есть, есть определенные проблемы уже с почками. И она днем практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принес прибор, сделала она воду. Вот, выпили, сидим, разговариваем. И вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. Ушла в туалет, долго ее не было. Возвращается, я говорю, с детства так практически не ходила в туалет. То есть прудила, извиняюсь, угрожение, как лошадь. Здорово. Вот. И где-то неделю у нее вот выходила, выходила, выходила. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке. Через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фокус еще. А, и фокус? Да. Она говорит, я стеснялся тебе сказать, потому что мужчина и женщина, это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много есть, таблеток. В общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснялся тебе сказать, но говорит, я давно-давно, если раньше один раз сто лет сходил, за три дня, вот сейчас каждый день. Ну, по-малому, так сказать. Вот то, что... В большом. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно. У нее с кишечником проблемы, так сказать. Так вот, если хотите это видео целиком посмотреть, из которых два сюжета взяты, вот эти, которые вы только что посмотрели, ссылку на то видео я тоже вам оставлю про отзывы людей. Ну, а теперь давайте я вам в завершении поясню следующее. Основной причиной старения и возникновения серьезных хронических заболеваний является воздействие на организм активных форм кислорода, то есть окислителей или, по-другому, оксидантов. Вот почему так важны те вещества, которые противостоят окислительному стрессу. Это антиоксиданты. Разумеется, есть витамин С, есть минерал селен, есть вещество Куэнзим-Ку-10. Все это мощные антиоксиданты и необходимые для жизни из пищи надо получать или с добавками. Кстати, на них я тоже вам ссылки оставлю на лучшие из них. Например, посмотрите видео «Цинк в липосомальной форме» или Ку-10 в липосомальной форме. Что такое липосомальная форма? Там все это в видео поясняется. Ну так вот, самые опасные из свободных радикалов это свободные гидроксилорадикалы. Это агрессивные молекулы, которые повреждают жиры, белки, ДНК нашу с вами, меняя передачу генетической наследственной информации. Это мутагены. Такие изменения, нарушения приводят постепенно к накоплению ошибок при делениях клеток, нарушению функционирования клеток, тканей, органов и всех систем, это приводит к онкологии. Итак, свободные радикалы – это путь к онкологии. А вот молекулярный водород, который вы можете получать с помощью прибора, либо персонального генератора водорода, либо проточного, является самым мощным антиоксидантом. Почему? А благодаря своим крошечным размерам. Так вот, внимание, водород может проникать через плотную оболочку даже в митохондрии нашей энергетической станции организма и нейтрализовать даже там вредные радикалы, а тем самым даст вашему организму колоссальную энергию, силы, ну и защиту. Более того, водород действует еще в качестве, ну условно скажем, терапевтического антиоксиданта, который избирательно уничтожают только цитотоксические радикалы кислорода и не воздействуют на другие. Ну и как говорил уже упомянутый профессор Медведев, при взаимодействии водорода с радикалом, гидроксилорадикалом OH, что получается? Ну естественно, молекула воды как раз получается в результате этой реакции, которая защищает от воздействия свободных радикалов. Когда гидроксилорадикал OH уничтожается добавлением атома водорода, происходит что образование в конечном итоге, то есть продукт этой реакции, образование воды, то есть абсолютно нейтрального, безопасного и даже нужного нам вещества. Вот так-то. Давайте договоримся так, дорогие товарищи, что я вам под этим видео оставлю ссылки, очень важные, в том числе на источники научные из Индии, Японии, Франции, Германии, Мексики и других стран, на открытие профессорам Охта, очень важных свойств водорода. Там будут и объяснения механизмов терапевтического и лечебного действия водорода, про научное признание терапевтического эффекта водорода, то есть водородной воды. Ну и многое, многое другое. И еще раз вам скажу, обязательно под этим видео посмотрите ссылки, которые я вам дам, которые я оставлю, в том числе на главный, самый лучший и главное безопасный, это самое главное. И вот кстати видео, в том длинном видео, но не поленитесь посмотреть, я с моим коллегой объясняем вам всем, в чем может быть опасность применения вот этих дешевых приборов генератора водорода и свободных электронов. В чем заключается хитрость вот этих продавцов и маркетологов, которые вам предлагают купить на грош пятаков, а вы считаете, что вы бога за бороду поймали, ну, многие так считают, польщаясь на низкие цены. Это не холодильник или телевизор выбирать, помните об этом. Здесь самое главное, безопасность, не навредить себе. А чем можно навредить? Вот в том видео я еще раз в который раз это поясняю. Итак, видео про новый прибор UVP, генератор водорода и свободных электронов в виде стакана, а также ссылки на другие те видео, о которых я говорил. И более того, в качестве ликбеза, много лет назад ко мне телевидение приезжало и снимали видео на тему физико-химические свойства воды, в котором в этом видео я рассказывал, пояснял им вот о чем. Что такое PH, ОВП, редокспотенциал, коэффициент поверхностного натяжения и другие раскрывал, физико-химические свойства воды. Думаю, кому-то это тоже будет интересно. Вот я вам все уже пояснил. Итак, все нужное, важное, необходимое вы найдете под этим видео. Я надеюсь, что теперь даже скептики, те люди, которые выпендривались, глумились, в результате делая только себе хуже, перестанут это творить, непотребное, поскольку вот не просто так я привел в пример выдающихся ученых. И вы услышите десятки, сотни других имен, если захотите изучить более подробно. Есть и в США водородный клуб, так называемый, куда входят, ну, пожалуй, почти все выдающиеся ученые мира. Эта тема уже давно изучена. Эта тема наукой поняты. И только, ну, трудно выбрать слова, но черствые, закоренелые ученые, мракобесы, которые, так сказать, остались в позапрошлом веке и не хотят развиваться, такие долдоны, я бы сказал, вот только они могут еще чего-то выпендриваться, корежиться. Если вы таких увидите, то угомоните их, постарайтесь, пошлите это мое видео со всеми ссылками им для их вразумления. Итак, смотрите то, что я вам дал под этим видео. Всего вам самого лучшего. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.